Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Готовьте свои вопросы. Стало известно, когда пройдет прямая линия с губернатором Малтайского края. Голодающие беззащитные десятки прошеных кошек обнаружили в Барнаульском садоводстве. Над ней проехал поезд, а она даже не заметила. В Алтайском крае женщина уснула на рельсах и чудом осталась в живых. Стало известно, когда пройдет прямая линия с губернатором Малтайского края. Она запланирована на 23 ноября. Жители региона уже могут задавать свои вопросы губернатору через сайт правительства края или в социальной сети ВКонтакте на странице прямой линии. Также письмо можно отправить по почте в правительство края, либо принести его лично и оставить в почтовом ящике в здании администрации. Напомним, это будет уже третья по счету прямая линия с Виктором Томенко. В прошлом году губернатор получил более полутора тысяч обращений от жителей края. В основном вопросы касались мобилизации, газификации, работы общественного транспорта, качества воды и медицинской помощи. Прямая линия длилась около трех часов. Ответить на все вопросы в формате эфира невозможно, поэтому Виктор Томенко обещал прислать письменные ответы на каждое из обращений. Первая в этом сезоне трагедия на ватрушке случилась в Алтайском крае. В селе Шилоболиха во время катания на ватрушке погиб ребенок. Группа подростков по очереди спускалась с холма, когда вдруг 11-летнюю девочку на тюбинге занесло в бетонную преграду рядом с горкой. На место происшествия выехал прокурор Алтайского края Антон Герман. Сейчас выясняются все обстоятельства гибели девочки. Также возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Врачи отмечают, что катание на ватрушках – одно из самых опасных развлечений зимы. Самые распространенные травмы из-за них – сотрясение и компрессионные переломы верхних и нижних конечностей, а также таза. Ничего личного, дачный сезон закончился. Около 70 брошенных кошек обнаружили в одном из барнаульских садоводств. Можно только представить, сколько теперь уже ненужных животных брошено на произвол судьбы по всему городу. Как выживают четвероногие и кто им помогает не замерзнуть во сне, расскажет Дмитрий Дроздов, который сегодня выехал в садоводство. В том году мужик вообще, камеры у нас, это мусор, он подвез, и это бедная кошечка, он его вытащил с машины, выкинул, сел и уехал. Она сидела, две недели его ждала. Именно с этого и начинается бездомная жизнь. И четвероногих привезли, кинули, уехали. И такие случаи больше заметны в садоводствах. Дачный сезон закончился, и многие барнаульцы оставляют своих питомцев на произвол судьбы. Охранники и председатели хоть как-то пытаются сохранить жизнь кошкам. Там у нас есть специальный ящик, мы его оборудовали, чтобы они там ночевали. Утепленный, все, коробки ставим, там одеяло стелим, там все это дело. Ну и, естественно, кормим. Сторожа покупает молочко, колбаску, варим, кашаем. Зиму все переносят? Или бывают? Ну, вот весной. Ну, там одного нашли замерзшего, а так-то выживают. Выживать помогают и неравнодушные люди. И за свой счет покупают сухие и влажные корма. Кашу, которую, кстати, варят по 5 литров утром и вечером. Ибо остальная еда зимой попросту замерзает. По словам волонтеров, огромное количество бездомных кошек живут именно в садоводствах. Некоторым лохматым помогает выживать, а иногда волонтеры видят и замерзших кошек. В группе есть люди, все у нас разделено. Каждый выполняет свои функции. Кто-то кормит в городе животных, кто-то ездит по садоводствам, помогает. Вот о данном садоводстве узнали только недавно. То есть я как бы о нем знал, но я не знал, что здесь есть животные. И ситуация эта не критичная. Есть более критичные ситуации. Например? Ну, где животных зашкаливает просто большое количество. И где их не кормят. Ужесточать закон о содержании животных, чипировать, чтобы вот ТСЖ к этому, в этом принимали участие тоже, чтобы появилось животное, чтобы ставить его на учет. Пройти мимо чужой беды невозможно. Ты садишься дома, ешь в тепле, а они голодные, смотрят на тебя глазами. А какой-то вкусняшки им, как нам, конфетки. Еще одна проблема, о которой говорят защитники четвероногих – это стерилизация. В таких условиях размножение кошек чаще всего приводит к замерзанию маленьких котят. Волонтеры готовы даже взять эту процедуру на свои плечи. Даже в финансовом плане. Им в этом частично помогают барнаульские приюты. Только в Ласку ежегодно принимают тысячи животных. А сколько еще такие волонтеры, как Алена, устраивают лохматых по своим знакомым? Большинство животных, оказавшихся на улице из домашних условий, они испытывают огромный стресс. А для животного, как и для человека, стресс – это большой удар по здоровью. Не зря же у нас везде говорят, что там все болезни от нервов. Вот как у людей все болезни от нервов, так и у животных все болезни от нервов. Мы в настоящий момент оперативно готовы помочь, например, с ветеринарным каким-то лечением. У нас ветеринарный центр открыт, мы можем, если вот, например, кто-то подобрал кошечку, но сомневается в ее здоровье, нет средств на ее лечение, он может к нам обратиться, мы ее обследуем по необходимости и полечим, назначим какие-то там необходимые манипуляции и можем стерилизовать кошечку. Волонтеры верят, что хотя бы кто-то из этих кошек найдет новый дом и будет жить в тепле и безопасности. Только сейчас более тысячи животных находятся на передержке, а число бездомных еще выше. И волонтеры продолжают верить, что люди, которые выставляют своих питомцев на улицу или оставляют на даче, будут думать головой. Если вы хотите помочь четвероногим или подарить кошке тепло и уют, номер нашей редакции вы видите на своих экранах. Мы поможем вам связаться с волонтерами. И плюс одно доброе дело в вашей копилке. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Жительница Алтайского края выжила под колесами поезда. Инцидент произошел между станциями Арбузовка и Дальник, которые находятся в Павловском и Ребрихинском районах. Ее обнаружил машинист поезда. Под этим вагоном вылезла, выкатилась. Из чего они остались. Согласно показаниям самой женщины, она накануне своего 50-летия перепутала станцию и двинулась домой по железной дороге, попутно распивая спиртные напитки. Однако в какой-то момент решила присесть на пути и уснула. Ты замерла? Очень замерзла. После того, как звуковой сигнал не помог, машинист применил экстренное торможение. Однако тормозной путь был слишком длинный, и часть состава все же проехалась над женщиной. Как утверждают наши источники, отойди она от сна чуть раньше и, возможно, лишилась бы головы. К другим темам. Рекордное количество за 4 года. 13 очагов по бешенству зафиксировали в этом году в Алтайском крае. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции специалисты Краевого управления ветеринарии. Кто является переносчиком заболевания и как обезопасить себя от смертельно опасной болезни, узнавала Валентина Аскерова. Барнаул, Заринск и еще 10 районов Алтайского края оказались под ударом смертельного заболевания. В регионе обнаружено 13 очагов распространения бешенства. Руководитель управления ветеринарии Владимир Самодуров назвал ситуацию сложно-напряженной и добавил, что появление неблагоприятных точек связано с дикими и домашними животными – лисами, кошками и собаками. Вот у нас в данном случае, значит, у нас 5 пунктов по диким животным. То есть это лисы. Примерно 40% с небольшим у нас, значит, а это динамика, значит, у нас получили дикие животные. Кошки 4 пункта, собаки 4 пункта. Мы стали регистрировать данное заболевание практически вот в СНТ. То есть у нас приходят лисы, лисы в контакт с домашними животными, то есть собачки, кошечки. Мы бездомных кошек подбираем, затем регистрировали данное заболевание. А в Мамонтовском районе бешенство обнаружили при весьма нелицеприятной обстановке. У нас была неприглядная ситуация в каком плане, что у нас подростки до 14 лет практически разделали трупы бешеной лисы, то есть проблемы. В 2020 году известно о пяти случаев бешенства. В 2021 – 11, в 2022 – 4. Этот же год побил рекорд. Напомним, 13 неблагоприятных пунктов. Бешенство приводит к летальному исходу. Поэтому его в обязательном порядке нужно профилактировать, отмечают специалисты. Мы сегодня вакцинируем всю территорию Алтайского края по данному заболеванию. По количеству вакцинированных животных, дикой фауны, если мы в 2019 году 3200 тысяч квадратных километров, то в этом году мы отработали 780 тысяч квадратных километров на территории Алтайского края, на территории 58 муниципалитетов. А что касается домашних животных, то за 9 месяцев текущего года вакцинировано почти 470 тысяч четвероногих. Добавим также, что в Алтайском крае появятся две новые лаборатории для исследования заболеваний животных. Это позволит ускорить определение возбудителей инфекций. Лаборатории могут появиться в Бийске и Рубцовске в следующем году. Все это должно ускорить определение возбудителей инфекций у диких и домашних животных. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В Минздраве показали, как работает новое отделение пульмонологии, которое открылось на базе Краевого госпиталя ветеранов войн. Даже сейчас, когда коронавирус уже позади, отделение не пустует. Иногда туда привозят пациентов, которые уже просто не могут дышать самостоятельно. К слову, по официальным данным, от воспаления легких ежегодно в мире умирает более 2 миллионов человек. Подробнее далее. В свои 68 лет Вячеслав Васильевич оказался на больничной койке в отделении пульмонологии. С детства у него бронхиальная астма. Говорит, обычно симптомы проявляются в межсезонье. На этот раз самостоятельно с ними справиться не смог. В общем, образ жизни подвижный. То есть, где-то я на пасеке, то есть, там проблем нет со здоровьем. А вот октябрь, ноябрь, вот эти самые тяжелые месяца, все, начинаются проблемы. Обострение. Обострение. Мужчина шутит, сапожник без сапог. Ценный продукт для иммунитета всегда рядом, а о себе вовремя не позаботился. Добрался до краевой больницы, еле дыша, там и получил направление в госпиталь. Клиника самой пневмонии у таких больных нетипичная. Если у молодых людей она начинается с высокой температуры, кашля, отдышки, то у пожилых людей как раз развитие заболевания характерно с манифестацией симптомов хронической патологии. Это может быть неврологическое ухудшение, это может даже непсихотерическое ухудшение быть. Больной не может отдавать себе отчет, что с ним происходит. Это повышение давления, это нарушение работы сердца, это повышение уровня сахара. Пульмонологическое отделение в госпитале ветеранов войн открыто с мая 22-го года. Одновременно здесь могут проходить лечение 30 человек. Но сегодня их всего 8, и врачей это радует. Ведь во время на коронавируса коек не хватало. Да и запущенных случаев стало меньше. Молодых ставят на ноги за неделю, пожилых почти за месяц. Привезли в гадалку и по всем. Там усилен, все-все и в походу. Под кислород и вот так и лечусь. Легче становится? А что изменилось? В ухудшать. Во-первых, человек дышит, это уже хорошо. Так что остальное, как это было, все вроде. По статистике, за этот год на 100 тысяч населения края пришлось почти 462 случая заболевания пневмонией. Чтобы не попасть в эти ряды, врачи советуют избегать переохлаждения, вакцинироваться от гриппа, пневмокока и коронавируса. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Четыре сотни стилизованных сценических костюмов, десятки кукол-великанов и местных книг сегодня отправили из Барнаула в Москву на международную выставку «Форум Россия». В ней принимают участие абсолютно все регионы страны. 19 ноября перед гостями грандиозной выставки выступит известный ансамбль «Алтай». Его артисты сегодня весь день собирали костюмы для отправки. Как это было и в чем уникальность программы, которую они представят, расскажет Елена Макаренко. Вот это у нас приготовлено сейчас, это мужские костюмы на сбор, то есть сейчас артисты спустятся, мы будем это складывать, пересчитывать. Пересчитать действительно есть что. В каждой из двух концертных программ уличной для площадки внутри павильона ВДНХ по 18 танцевальных номеров. И для большинства из них предусмотрено несколько костюмов. Костюм – это не только одежда, это еще аксессуары, фурнитура, это колготы, это нижнее белье, головные уборы, обувь. Наша артистка балета, девочка, допустим, меняет обувь практически на каждый номер. Все сценические наряды – оригинальные, стилистические, с множеством деталей, чтобы максимально раскрыть культуру малых народностей, проживающих на Алтае. Это одна из центральных тем программы, которую в Москве представит ансамбль. В нее включены номера, посвященные, к примеру, культуре кумандинцев и российских немцев. Может быть, нация немца известна многим, но вот уже перемешанность с российской культурой и как таковое возникновение какой-то своей собственной особенной культуры, которую, кстати, даже из Германии приезжают и записывают, потому что у нас на Алтае сохранился, например, единственный язык – плат-дойч, на котором даже в Германии не говорят. Говорят, что фольклористам это очень интересно, это уникальный язык, который тоже уже теряет, к сожалению, свои традиции. Но вот мы пытаемся это сохранить. Для номера о чувашской культуре всему коллективу пришлось даже скинуться по копеечке. Национальный головной убор должен быть с обязательным элементом, решили артисты. Мы собирали вот эти все монетки, мы их сверлили. Каждый артист и сотрудник ансамбля приносил это все из дома, потому что в чувашском головном уборе они всегда расшиваются монетами металлическими, реальными. И заменять это на какие-то пайетки или на какую-то имитацию, на наш взгляд, невежливо к этой культуре. Вторая часть танцевальной программы «Уличная» посвящена народным праздникам. Это будет настоящее действо «Разгуляй», во время которого на площадку одновременно выйдут 37 артистов. Всего же в делегации от Алтайского края 60 человек. В том числе Бийский театр кукол великанов и сотрудники библиотеки Шишкова. Задача у всех одна. Выезжая из своего дальнего региона, мы хотим привести, во-первых, частичку немножко нашего алтайского тепла, крепкого сибирского характера. Мы хотим показать, что мы здесь живем на нашей земле очень дружно, очень любим свою малую родину. Мы хотим поделиться творчеством наших великих людей, так же, как и Василий Шукшин и Роберт Рождественский, да, и так далее. Этот список можно много перечислять. Мы хотим сказать о том, что мы ждем всех к нам в гости на Алтай. И просто поделиться своей радостью. Вещи для отправки в Москву грузили сегодня весь день. В итоге уже вечером машина выехала в столицу, чтобы к 19 ноября у наших артистов было все необходимое для выступления на московских подмостках. Как говорят в ансамбле, Алтаю, как всегда, есть чем поразить столицу. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае почти 700 тысяч пенсионеров. Притом 51% из них предпочитают получать и хранить деньги с помощью банковской карты. Цифровизация этих процессов для людей старшего поколения хоть и не нова, однако вопросы вызывает до сих пор. Кто поможет освоиться пенсионерам при переходе на безналичный расчет и какая выгода их ждет, расскажем далее. Вы подавали заявку на смену вашей карты. Я говорю, я ничего не подавала. Нет, вы подавали заявку. Вы что, отказываетесь? Я говорю, да, я отказываюсь. На шаблонный разговор от мошенников эти дамы не ведутся. Все благодаря урокам финансовой грамотности, которые регулярно проводят сотрудники банка. Однако некоторые моменты для пенсионеров пока в новинку. Например, цифровые сервисы банка. То есть делается это буквально все в один клик. Мы вас научим, мы вам расскажем, как этим всем пользоваться. Интерес к онлайн-банку актуален, учитывая, что с каждым годом все больше пенсионеров хранят свои сбережения на картах, а не в наличности. Нужны наличные? Всегда есть возможность снять деньги в банкомате без комиссии. Хотя стоит ли? Раньше я за ШКХ платила наличными. И платила банку 3,5%. Это была огромная сумма для меня. А теперь, когда я узнала, что можно по карте платить без процентов, конечно, я буду пользоваться картой. Особенно много вопросов касательно кэшбэка. Его можно получить, делая покупки, например, в супермаркетах и аптеках. А рекомендация дебетовой карты друзьям или повышенный процент на остаток по счету пенсионной карты и вовсе позволяют заработать. Ну, видите, я знала, что на остаток и старалась оставлять. И у меня там, получается, проценты набегают. И мне это удобно. Я знаю про этот остаток. Я знаю, что там идет капитализация счета. Зачастую банки предлагают пенсионерам, получающим выплаты на карту, специальные условия. Например, предоставляют повышенный процент по вкладу. И у нас у всех в нашем возрасте уже есть сумма денег, отложенная на что-то. На определенность. И если эта сумма будет лежать, и на нее будут ежегодно, даже ежемесячно, как я поняла, начисляться проценты, это уже будет плюс хороший. За последние пять лет количество получателей пенсионных выплат на карты в регионе увеличилось на 11%. В банках отмечают повышенную заинтересованность пенсионеров в банковских продуктах и рост числа новых клиентов старшего возраста. Уже с начала года больше 7 тысяч алтайских пенсионеров получают пенсии на карты нашего банка. И здесь, безусловно, на нас лежит ответственность научить правильно и безопасно использовать современные продукты банка, рассказать о преимуществах, удобствах этих продуктов. Всего за три месяца для пенсионеров было проведено свыше 20 подобных презентаций, где их знакомили с основами финансовой грамотности и безопасности. При том, если остаются вопросы, то менеджеры всегда готовы разобрать каждый индивидуальный случай. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В выставочном зале музея «Город» открылась выставка «Разные миры». Экспозиция графических и живописных работ трех авторов. Она не приурочена какой-то дате или событию. Это своего рода отчет. Андрей Гладких, член Союза художников, пишет натюрморты, жанровые картины, этюды. Говорит, коллективных выставок было много и каждый раз через свои работы он хочет напомнить зрителям о хрупкости окружающего нас мира. Татьяна Кушпилева – молодой развивающийся художник, участник краевых международных выставок. За свой творческий путь она попробовала разные стили и направления рисунка и живописи. Так же, как и Ирина Афанасьева. Художники признались, что до сих пор в поиске, но если у Татьяны источник вдохновения – это люди, то у Ирины в основном горы. Добавим, что выставка будет работать в зале Музея Город до 3 декабря. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...